Всем привет! Сегодня мы с вами будем готовить очень вкусную запеканку. Ее можно кушать в качестве десерта с чаем, с кофе. В принципе, не бояться о том, что вы будете из-за этого поправляться. Отличный вариант десерта для тех, кто следит за своей фигурой, для тех, кто находится в процессе похудения. Если вам интересно, конечно же, продолжайте смотреть. Для приготовления этого десерта нам понадобится 1 стакан цельнозерновой муки. И стакан, это американская мерка, или 240 граммов вы можете взять. Также нам понадобится 1 чайная ложка соды, мы ее будем гасить. Еще нам понадобится полкилограмма обезжиренного творога и 3 яйца. Во все это мы будем добавлять совсем немножко сахара. Вы можете использовать сахарозаменитель или в целом исключить этот шаг. Приступаем к первому шагу. Я беру цельнозерновую муку. Теперь мне нужна 1 ложка соды. И мы будем ее гасить столовым уксусом. Теперь все это нужно перетереть руками до образования однородной массы. Теперь это на время отставим в сторонку и возьмемся за творог. Сюда выбиваем 3 яйца. Также сюда я рекомендую добавить какой-то подсластитель. Вы можете использовать стель, вы можете использовать еще какой-то подсластитель. Я добавлю где-то 1,5 ложки обычного сахара. Задача этой начинки в том, чтобы быть достаточно жидкой и достаточно мокрой. Для того, чтобы она пропитала наше тесто. И все было очень вкусно. Поэтому размешивайте. Разбивайте комочки для того, чтобы тесто получилось однородным. Вернее, начинка наша получилась однородной. Форму для выпечки я буду застилать пергаментной бумагой. Теперь собираем наш пирог. Изначально насыпаем вниз вот эту крошку, которая у нас получилась. Где-то половинку, наверное. И хорошенько тут все разровняем, чтобы был ровненький слой у нас. Сверху выливаем творожную начинку. И наша задача здесь все красиво разровнять. И теперь сверху посыпаем это все оставшимся тестом. И опять-таки стараемся сделать равномерный слой. Видите, в некоторых местах он начинает немножко быть мокрым. Это как раз то, что нам и нужно. Таким образом наше тесто здесь пропитается. Отправляем наш пирог в духовку. Где-то приблизительно на полчаса. Но всегда поглядывайте, чтобы он не сгорел. И чтобы он приготовился. Где-то приблизительно нам нужно поставить на 180-200 градусов. Ну вот и все. Наш пирог уже полностью готов. Осталось только разделить его на порционные кусочки. Я всегда режу его приблизительно на вот такие вот кусочки. Осталось только положить его на какую-то красивую тарелочку. И можно подавать к столу. Вот и все. Я очень надеюсь, что вам понравится этот рецепт пирога. Это один из моих самых больших фаворитов. Он мягкий внутри. И такой немножко хрустящий снаружи. В общем-то очень мне понравился этот рецепт. И если вы будете его готовить, пожалуйста, обязательно выкладывайте фотографии в инстаграм. С хештегом PPBeautyBenefits. Я с удовольствием посмотрю, что у вас получается. А на этом я буду с вами прощаться. Обязательно поставьте палец вверх, если вам понравилось это видео. Подпишитесь на мой канал, если вы до сих пор еще этого не сделали. И мы с вами увидимся в следующих моих видео. Пока! Сегодня я хочу поговорить с вами о фитнес-трекерах. И я достаточно много моделей уже перепробовала. И сегодня я хочу поделиться с вами своим общим впечатлением от фитнес-трекера в целом. И о конкретно каких-то моделях с вами тоже поговорим. Сугубо мой опыт, сугубо мое отношение к еде. И я хочу поделиться им с вами. Поделиться своими какими-то, возможно, советами. Услышать ваше мнение тоже по этому поводу. Поэтому давайте вступим в дискуссию, как-то обговорим этот вопрос.